Небесный Отец Небесным Отцом, возможность почувствовать себя сыном и дочерью – это то, что может нас сделать по ощущениям, по мироощущениям защищенными и достаточно внутри утвержденными. Утвержденными, потому что наша жизнь, она в чьей-то руке. И не мы сами выбирали, чтобы родиться на эту землю, не мы сами выбирали свое призвание, хотя вроде бы как с предназначением работает человек. Но если это внутри тебя не прописано, ты этим стать полноценно не сможешь. А если прописанный ты обнаружил, потому что слава Божья облекать тайное дело, а слава Царе исследовать это дело. И поэтому завидовать другому вообще смысла не имеет, потому что твое призвание никто не выполнит. А тогда, когда ты начинаешь понимать, что Бог тебе его прописал, значит, он и обеспечит всем необходимым, чтобы это произошло. И поэтому, да, завистливые очи, завистливые люди могут быть рядом. Но если ты будешь понимать, что не от их отношения зависит твоя судьба, то ты сможешь гораздо легче их прощать, проходить мимо. Не то, чтобы совсем игнорировать, потому что лучше все-таки аннулировать эти слова или мысли, или флюиды, да, посылаемые в твой адрес. Сейчас аннулируем мы прощением, аннулируем мы тем, что говорим, Господи, разберись сам с теми словами, которые прозвучали. Я не буду судить этих людей, но я не принимаю это в свою жизнь. И таким образом, друзья, мы утверждаем статусность, мы утверждаем свое призвание, мы утверждаем свои пути в нужном направлении. И вот Давид сейчас перед Саулом, он говорит ему, отец, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства. И не согрешил, я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Давид очень четко говорит о мотивации сердца Саула. И не потому, что ему кто-то сказал, а потому, что он сам был неоднократно под ударом его копья. Потому, что он уже видел опасность в жизни Анафана, который Саул же ему причинил. Он уже знает о преследовании тех воинов, которые вокруг. То есть уже много фактов говорит о том, что Саул возненавидел Давида. И потому Давид теперь пытается изменить ситуацию. С одной стороны, посмотрите, здесь вроде как нелогика присутствует, потому что вводим этот человек духовными вещами. И ненависть поднялась на духовном уровне. И поэтому, когда мы пытаемся объяснить поведение другого человека, мы говорим, ну как, что я ему сделал, почему он так себя повел. Друзья мои, давайте узнавать в этом не человеческую логику, а почерк врага, чтобы тебя сейчас дезориентировать, чтобы тебя сейчас остановить в твоем темпе, если ты в хорошем темпе движешься к цели. То есть вот эти провокации надо узнавать. И таким образом не размениваться, а идти на ту цель, которую ты уже однажды для себя обнаружил. И иди в том темпе, который Бог тебе позволяет иметь. Поэтому, если на дистанции бежит спортсмен, и его окружающие болельщики могут отвлекать, то его задача – бежать дальше. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем сегодня просить о том, чтобы нам бежать вперед. Бежать в твоем темпе и не остановиться из-за того, что кто-то нас недопонял, кто-то сказал неправильное слово. И я благословляю каждого человека быть похожим на Давида вот в этих качествах, когда можно осознавать, что отцовство и сыновство делает сильными взаимоотношения. Помоги нам, Господь, в этих взаимоотношениях процветать и через это иметь успех, как в своей судьбе, так и в судьбах тех людей, кого ты нам даешь на пути. Да будет так. Преемственность поколений, преемственность ценностей. Пусть это передается из поколения в поколение через наши судьбы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»